МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большость людей необыяково ставилась до пикету. Многие подыходили и текавилися умовами сбору подписов о поддержке кандидатов. Иншие одразу на месте вызначались со своим выбором. Были и те, кто выказывал свое меркование на кон того, якими якостями повинен володать потенциальный кандидат на посаду президента, и яко я не хочу видеть, будучи в Беларуси. Надежный, чтобы хотелось положиться на его, чтобы мы только росли и процветали. Хочется мирного неба в первую очередь для нас и наших детей, чтобы всегда с хорошим настроением вставать, идти на работу, быть счастливыми в этой жизни. Должен понимать, к чему могут привести его решения, там отдельные слова. Ну и понимать, в какую сторону вообще страна должна идти развиваться, с кем дружить, с кем налаживать контакты. Опять же, самое главное, не допустить никаких вмешательств со стороны в наши внутренние дела. Однозначно я буду голосовать за стабильность, и экономическую в том числе, потому что это самое важное для человека, быть уверенным, что завтра проснешься и ничего не изменится. Не начнутся ни бомбежки, не будет никакого обвала денег, то есть можно спокойно жить и работать. Нагадаем, сбор подписов за вылучшение кандидатов на посаду президента Республики Беларусь протягнется до 21-го жнивня у Клюшна. Рабить это могут выклюшно члены инициативной группы, и они мают право на проведение пикетов. У населенных пунктов Гомельской области вызначены места, где пикетование заборонено. До приклада на территории Чигуношного и Аутовокзала, в городском пассажирском транспорте, на провокзальной площади и некоторых інших местах. У дозволенных пикеты могут проводиться с 8 ранницы до 10 вечера. У подтримку кожного потенциального кандидата повинно быть собрано не меньше за 100 тысяч подписов. Выборщик мая право поставить подпис у подтримку некольких кандидатур. Однако только один раз у подтримку одного и того ж претендента. Нагадаем, что у Центра выборками зарегистрованы инициативные группы 8 кандидатов. Члены инициативных групп имеют соответствующее удостоверение, имеют подписные листы, имеют номер регистрации, регистрационный номер. И когда они будут общаться с избирателями, они обязаны представиться, предъявить удостоверение и сказать, кого из лиц, предполагаемых на выдвижение кандидатом президента Республики Беларусь, они представляют и, соответственно, предложить человеку принять решение, поставить свою подпись или не поставить. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Александр Александронец. Телерадиокомпания «Гомель». У поселку Кораневка Гомельского района почали вытворчасть новой для Беларуси продукции. Урочистое открытие первого Украине завода по вытворчасти гидроизоляционных материалов «Пенетрон» отбылось сёння. Гомельский завод – третий по лику УСНД. Самое великое предприемство группы компании «Пенетрон Россия» находится у Екатеринбурга. Ещё один завод в минулом году открыли в Казахстане. И теперь Беларусь. Выбор краин рабили, заходят, что с экономичных интересов. Казахстан окно в Азию, а наша краина – в Европу. Здесь очень удобное географическое положение. Это и Украина, которая достаточно сложно сейчас стала делать туда поставки. Мы продолжаем туда поставлять пока из России. Но отсюда это будет гораздо удобнее. И поставки в Европу. Организовали бы творчасть «Хутка». От попередней домовленности с керовниством холдингу «Пенетрон Россия» до полной реализации проекта пройшёл усяго один год. Такий короткий термин – это отзнака высокой зацікавленности не только сбоку российского холдингу. Приход такого инвестора безумовно поедена корысть региону. Очень здорово, что компания с таким брендом, компания с таким опытом, компания с такими инновационными технологиями обратила внимание именно на Гомельский регион. И понятно, что это не только приход капитала, это приход новых технологий, производственных, управленческих технологий, приход новых технологий в сфере сбыта и экспорта. Плановая могутность завода – 10 тысяч тонн готовой продукции в год. Это гахопить, как полностью забеспечить белорусский будовничный рынок якосной и эффективной гидроизоляцией для бетону нового поколения. Працовать предприемство будет амальцалком на белорусской саровине. Узмену забеспечивать працу гэтой установки будут усяго три человеки. Любое производство – это первую очередь качество продукции поставляемых. Качество могут обеспечить только обученные люди. Поэтому все сотрудники предприятия прошли обучение на заводе, который находится в городе Екатеринбурге. Гидроизоляция пенетроны до этого была добра знакомая на белорусском рынке. Теперь айчинные будовники будут выкористовывать пенетрон с адзнакой «Зроблена» в Беларуси. Максим Савин, Сергей Климой, 4-радо, компания «Гомель». Компания IBA «Гомель Парк» – резидент парка высоких технологий открыла у Гомеля новый будинок. Гэта просторный офис с надзейными и беспечными сучасными телекоммуникационными и инженерными системами для комфортной працы и отпочинку супрацовников. На открытии офиса побывала Светлана Князева. Новый будинок одного с центра у распрацовок IBA Group разместился побольше с офисом компании, якая працует в сфере оказания и послуг уже не один год. Рабожие места тут обстреливаны по опошним слове техники. Есть добро оснащенные переговорные, тренинг-центр, покои, отпочинку, спортивные и фитнес-залы. Гомельский центр у нас самый большой после Минского Республики Беларусь, поэтому понятно, что мы достаточно большое внимание уделяем развитию их инфраструктуры. Я убежден, что это будет достойное место работы, достойное тем проектам, которые они выполняют для наших заказчиков, как Республики Беларусь, так и для наших зарубежных заказчиков. То, что наши компании стали вкладывать деньги в строительство собственной инфраструктуры, это свидетельствует о зрелости индустрии разработки компьютерных программ и о том доверии, которое имеет и наш отечественный инвестор, и зарубежный инвестор к этому сектору экономики в Республике Беларусь. Зараз шмат супрацовников Гомельского центра распрацовок IBA Group складает 350 человек. Новое вытворшее помешкание различное на 200 працовных местах. Для Гомеля это добрая стартовая пляцовка для молодых специалистов, выпускников у тем лику гомельских ВНУ, яких тут чекаются на протягу ближайших двух годов. Процентов 95 наших работников – это выпускники наших гомельских ВУЗов. Им не надо ехать никуда-то за границу, чтобы найти хорошую, высокоплачиваемую, престижную работу. Мы работаем здесь. Поэтому для них это тоже перспектива. Светлана Князева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Не глядячи на тенденцию до росту беспрацовья и снижение колькости вакансий, ситуация на рынку працы в области застаётся стабильной. Об этом подчас гарачей линии у промым эфиры Радео «Гомель плюс» поведомил наместник старшини комитета по працы занятостей социальной обороны гомельского облыва Конкама Александр Семяонов. На сегодняшний день у Гомельским региональным центра занятостей насельництва зарегистровано 23 тысячи человек. За оптимизацией вытворчасти, у больш за всё потерпели специалисты сельско-господарчая и будовничая Галины, а так само работники жилёво-коммунальной господарки. Однако, как отзначу Александр Семяонов, на сегодняшний день узровень росту безпрацов и относно невысокий и складая 1,2%. Вогля с тех, кто в этом году стал на улик в Центр по праце и занятостей, уже у праца у Латкована 15 тысяч человек. У Гомеля отбылось урочистое открытие нового фирменного магазина керамичной плитки и санитарной керамики «Керамин». Святошная программа открытия салона-магазина на проспекте Кострычника 29А сопроводжалась цикавыми гульнями, конкурсами и подарунками. Такое, саправды, яркое шоу, организованное компанией «Керамин», гомельчанам запомнится надолго. Вероника Ворошилина с подробязностями. Новый салон керамической плитки и санитарной керамики «Керамин» – это реконструированный торговый объект, существовавшего здесь ранее фирменного магазина компании. За пять лет он стал весьма любим и узнаваем гомельчанами, а потому было принято решение не менять адрес, а благодаря современным технологиям и дизайну вдохнуть в это здание новую жизнь. Дамы и господа, друзья, друзья, второй магазин на «Керамин» горит и горит торжественно открыт. Новый салон-магазин «Керамин» представляет респектабельные коллекции керамической плитки и керамогранита, изысканную санитарную керамику, в том числе новинки 2015 года. Торговля здесь организована в современном формате. Продукция не лежит хаотично на стеллажах, она наглядно представлена в живых интерьерах. Человеку это удобно, он может, выбрав некую коллекцию, представить себе, как это будет в интерьере его квартиры, поэтому все это делается для того, чтобы максимально было удобно, во-первых, представить наш продукт, а во-вторых, чтобы человеку было удобно его выбирать. Фирменная керамическая плитка, предназначенная для внутренней и внешней отделки помещений разного назначения, здесь представлена многообразием самого модного и сложного дизайна. Санитарная керамика – это стопроцентный фарфор, который прослужит вам долгие годы. В новом салоне-магазине «Керамин» покупатели ждут готовые идеи для оформления интерьера, а также полный спектр фирменных услуг. От рекомендаций опытного консультанта до бесплатной профессиональной разработки 3D-дизайн проекта помещения и расчета необходимого количества продукции. У нас есть бесплатный дизайн проект, который рисуется для всех покупателей, даже если вы не сегодня будете приобретать товар, либо вы еще в раздумьях. У нас есть доставка, есть подъемный этаж, есть послепродажное обслуживание. То есть в наших магазинах есть вся сопутствующая продукция, которая необходима для ремонта вашего санузла. Фирменная продукция компании «Керамин» завоевала оправданный авторитет как на белорусском рынке, так и далеко за его пределами. Высокий уровень обслуживания и широкий ассортимент высококачественных товаров призваны удовлетворять запросы даже самых взыскательных клиентов. Девушки у себя красивые, нарядные, относятся все хорошо. По плитке, я скажу, отделываю помещение большое, объездил все магазины, получилось и красивое, и качественное «Керамин». Они молодцы, конечно, сделали, все очень красиво, подобрано, со вкусом. Есть варианты для выбора любой плитки и сантехники. В день открытия нового салона магазина «Керамин» покупатели ждали скидки. К слову, подобные приятные сюрпризы тут будут предусмотрены и в дальнейшем. У нас постоянно проходят какие-то и скидочные мероприятия, и акционные, и рекламные, так что мы будем очень рады видеть всех, и я думаю, что мы найдем что-то такое особенно для каждого. Спешите создать уют у себя дома. Новый салон-магазин «Керамин» в Гомеле расположился по адресу Проспект Октября, 29А. В будние дни он открыт с 9 до 20 часов, в субботу с 10 до 19, в воскресенье с 10 до 18 часов. Вероника Ворошилина, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». И на этом наш выпуск завершенный. Добрых вам новинов и до новых встреч у эфиры. Субтитры создавал DimaTorzok